Привет! Я адвокат Олег Лукьянчиков и в этом видео мы поговорим о том, какие лимиты для ФОП на едином налоге установлены в 2022 году. Этот вопрос важен тем, что в зависимости от лимитов мы выбираем систему налогообложения, общая либо упрощенная, и выбираем то, на какой группе единого налога мы будем работать. Если же мы достигаем этих лимитов, а точнее говоря, если мы их превышаем, то ФОП превысившие лимиты должен со следующего квартала перейти на другую группу налогообложения, то есть если вы были на первой, вы переходите на вторую, если на второй, на третью, ну а если на третьей группе вы превысили лимиты, то вы должны перейти на общую систему налогообложения. Помимо этого, ФОП превысившие лимиты должен заплатить налоги по ставке 15% на сумму превышения указанных лимитов. А теперь давайте разберемся, какие же лимиты установлены в 2022 году в зависимости от группы. Напомню, что эти лимиты привязаны к размеру минимальной заработной платы и устанавливаются в определенном количестве минимальных заработных плат. Так, на первой группе единого налога граничный лимит годового дохода установлен в размере 167 минимальных заработных плат на 1 января этого года, что составляет 1 миллион 85 тысяч 500 гривен за календарный год. Если же вы работаете на второй группе единого налога, то там размер дохода годового составляет 834 заработных платы, что на сегодняшний день и на весь 2022 год будет равняться 5 миллионам 421 тысячи гривен. А если вы работаете на третьей группе единого налога, то там граничный доход установлен в размере 1167 минимальных заработных плат, а в гривнах это составляет 7 миллионов 585 тысяч 500 гривен. Напоминаю еще раз, что все эти суммы считаются за календарный год, независимо от того, в каком месяце вы зарегистрировались как физическое лицо предпринимателя. На этом все. Желаю вам удачи в бизнесе. Пока! Пока!